Валерий Николаевич поинтересовался, по каким вопросам администрация может оказать содействие. Основная проблема учреждения – нехватка площади, чтобы оказывать качественные услуги. Ведь количество жителей поселения постоянно растет. Глава района сообщил, что администрация муниципалитета в курсе ситуации и в будущем планируется строительство поликлиники. Здание на 250 посещение смену, которое как раз будет функционировать вместе с этим зданием. Это здание, конечно, нужно ремонтировать и отдельно разделять детскую и взрослую поликлинику. Но пока нам администрация озвучила такие планы. Мы, собственно, согласны. В амбулатории действует рентген-кабинет. Диагностические аппараты работают исправно, но уже требуют замены в связи с износом оборудования. Глава муниципалитета сказал, что обратится по этому вопросу в Министерство здравоохранения Подмосковья. Если я нахожу денежные средства на ремонты и на оснащение, в том числе, в Молковской больнице, достаточно современная, хорошая, свежая, с хорошими кабинетами, то уже пока, может быть, найдут средства для того, чтобы здесь. Тем более, а мы сколько здесь населения обслуживаем? 12? 12, если честно. И мы же никому не отказываем. Также обсудили качество оказания неотложной медицинской помощи на базе учреждения. Уже в следующем году в Ленинском районе заработает проект Минздрава Московской области «Добрая поликлиника». В 2019 году у нас произойдут такие достаточно значительные изменения в оказании неотложной помощи. И надеюсь, даже уверена, что здесь качество у нас улучшится и население сможет получить неотложную помощь в течение двух запланированных часов, как это необходимо по стандартам. Валерий Венцель пообещал, что администрация будет оказывать необходимую поддержку медицинскому учреждению. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.